Который является президентом японского общества гастроэнтостерной эндоскопии и именно в сроке его руководства этим обществом наши отношения к российскому эндоскопическому обществу и японскому эндоскопическому обществу вышли на совершенно иной, по крайней мере, административную уровень А сегодня профессор Таджири поделится с нами и сделает сообщение на тему новые технологии выявления и описания ранних форм даем классии желудочно-тишечного рака Пожалуйста, праздник Санкт-Петербурга Продолжение следует Я счастлив, что могу сегодня рассказать вам о новых технологиях которые позволяют выявить и характеризовать ранние раковые поражения Я из Японии к вам прилетел и поскольку я не Мэри Поппинс, то 12 часов у меня это заняло Это краткий обзор нашего эндоскопического общества В нашем японском гастроэнтерологическом эндоскопическом обществе 33 тысячи человек Соотношение терапевтов к хирургам 85 к 15 На этом слайде показана история нашего общества В 1955 году была проведена первая встреча посвященная гастрокамере И в 1958 году было организовано японское общество связанное с появлением гастрокамеры Итак, рассказывается устройство первой гастрокамеры Качество изображения, конечно же, было сначала не очень хорошо Это были всего лишь первые шаги в развитии эндоскопических технологий Однако, когда к этому устройству присоединили видеокамеру то качество стало значительно лучше На этом слайде отображен уровень скрининга в пределах популяции То, что касается рака желудка и колоректального рака Уровень скрининга достигает 42% Этот слайд показывает эволюцию визуализации эндоскопических картины И что касается наших технологий, которые мы сейчас имеем на вооружении Я немножко расскажу, начну с хромоскопии Хромоскопия эндикокармином позволяет Усть более четко увидеть рельеф поверхности Ее можно использовать во всех отделах желудочно-кречного тракта Вот типичный небольшой ранний рак желудка Вот слайд, который позаимствован у сайта сенсея Здесь представлены возможности хромоскопии Хромоскопии с увеличением Кроме того, плакоклеточные новообразования глотки Тоже часто могут быть пропущены в белом свете Однако при использовании узкоспектрального осмотра Мы можем увидеть коричневатые зоны Отличающиеся от другого эпителия В детали узкоспектрального кортирования я внедряться не буду В следующем докладе вы послушаете это Однако я хочу сказать, что для плоского эпителия Для поражения плоского эпителия Очень эффективным является методика осмотра в узком спектре света Согласно нашим данным 90% плоскоклеточных карцином Являются коричневатыми по отношению к более светлой поверхности здорового пищевода В настоящее время большое количество рака пищевода Наблюдается в Китае, в Японии 90% рака пищевода это плоскоклеточная карцинома Для плоскоклеточного рака мы пользуемся критериями глубины инвазии Таким образом мы ограничиваем эпителиальный рак Рак, который ограничен слизистой оболочкой Подслизистой основой в ранней степени И уже продвинутый рак Если рак пищевода диагностируется на ранней стадии То пятилетняя выживаемость и прогноз становятся очень-очень достойным 90% поверхностных ранних раков Они немножечко красноватые и с признаками депрессии Вторая стандартная методика по выявлению рака пищевода Это окраска раствором люголя Однако использование раствора люголя Может вызвать патологическую реакцию И вызвать определенные болевые ощущения в грудной клетке Вот сейчас есть здесь поражение Которое не видно в белом свете Его можно заподозрить Только если вы немножечко сдуете пищевод И вы увидите неправильный рельеф поверхности И только при помощи NBI вы увидите четкую депрессионную линию Итак, если мы смотрим на поверхностные изменения Похожие на ранний рак то в NBI Они будут, скорее всего, представлены коричневатыми зонами Для того, чтобы прецизионно диагностировать изменения со стороны эпителия Лучше всего использовать сосудистую классификацию IPCL Сейчас вы видите нормальные IPCL И, как вы понимаете, злокачественные изменения Связаны с какими-то изменениями с этими сосудами Появляются извитые сосуды Утолщенные, разорванные и так далее Поэтому, когда вы находите коричневатую зону То вы должны исследовать эту зону с увеличением Для того, чтобы рассмотреть интрапитриальные и попиллярные капиллярные петли Вы видите, что здесь увеличивается количество этих сосудов Они расширяются, извиваются, становятся неравномерного диаметра Из различной формы Таким образом, классифицируя эти эпителиальные изменения Мы можем предугадать наличие карцинома и ее инвазии Итак, мы можем стадировать по инвазии в стенку Как Т1А Если у нас опухоль ограничена мышечной пластинкой слизистой И Т1Б, если оно в пределах подслизистой основы Кроме того, есть еще такое понятие, как АБ-классификация Я вам покажу типичные Тип А Это микрососуды без какой-то значимой нерегулярности Это нормальные микрососудистые структуры Или легкая деформация этих сосудов Которая может наблюдаться при воспалительных изменениях Б1 характеризуется уже более значимой изменением Б2 – это выраженная нерегулярность с ненормальными сосудами петлевидного типа И тип Б3 – это разрушение петлериально-сосудистой структуры Есть информативное исследование Которое посвящено обнаружению горизонтальных границ опухоли С использованием НБА В 19% случаев Индиго Карминовый не дает определить четкие границы новообразования С увеличивающей эндоскопией мы достигаем 80% Мы в 80% этих нечетких случаев можем установить границы Есть алгоритм диагностики раннего рака С использованием увеличения Обнаружив подозрительное поражение Мы должны проверить наличие демаркационной линии С использованием уже увеличивающей эндоскопии Если демаркационная линия есть То мы должны поискать нерегулярный микрососудистый рельеф Итак, этот механизм получил специальное название Простая диагностика раннего рака при помощи увеличивающей эндоскопии Он называется Профессор Яу предложил ВИЭС-классификацию Вот типичный случай раннего рака желудка Вы видите, это задняя стенка антрального отдела Мы видим демаркационную линию Мы видим нерегулярный сосудистый рельеф Типичный случай высоко дифференцированной демаркациономы Вот другой случай Передняя стенка ближе к углу В белом свете И при белом свете и хромоскопии Мы видим демаркационную линию На нижнем слайде с увеличением НБА Мы видим границу на образовании С измененными микрососудами И мы сразу можем сказать, что это раковые изменения Достаточно известная НАЙС-классификация Сегодня в конце симпозиума Сайта СНС подробно вам про нее расскажет Есть еще фотодинамическая диагностика Злокачественных поражений Она основана на том, что Все структуры Имеют различную фотохимическую активность Мы сейчас исследуем Возможность Фотодинамической терапии Итак, в основе Фотодинамической диагностики рака Лежит то, что пациент перед исследованием Выпивает специальный раствор С фотодинамическими активаторами Видите, здесь мы видим участки с раком желудка Итак, вы здесь видите различные способы выявления данного поражения Этот слайд демонстрирует эндоцитоскопическую диагностику Классификацию профессора Иноя Эндомикроскопия позволяет Достаточно четко верифицировать И диагностировать Злокачественные поражения Этот слайд демонстрирует диагностику раннего рака пищевода С использованием двойного контрастирования И в результате применения подобных методик Эффективность диагностики в виде чувствительной специфичности Достигает практически на 100% При использовании таких методик Мы можем в ряде случаев отказаться от услуг патоморфолога И на месте принимать решение о необходимости Либо выполнять удаление новообразования Если оно гарантированно доброкачественное Либо использовать принцип удалил и забыл Конфокальная микроскопия Использует лазерный свет И оптические технологии Для визуализации живой ткани На клеточном уровне Таким образом мы сможем визуализировать Структуру Рельефа поверхности Прижизненно В будущем, вероятно, нас ждет Ультрамикроскопический анализ функции И молекулярный анализ Мы надеемся, что в будущем С использованием Молекулярной эндоскопии Мы сможем Использовать Моноклональные антитела Для лечения метастатических поражений Как видите, в последнее время Много инноваций Возникает в эндоскопии Развиваются новые методы Диагностики и лечения И сейчас у нас наблюдается Уже слияние Диагностической и хирургической службы В лице эндоскопии И сейчас мы двигаемся К молекулярному анализу И роботизированной Эндоскопической и хирургической помощи Соотношение Эндоскопических диссекций К выявляемости раннего рака Составляет 50% Что касается будущего эндоскопии То у нас будет увеличиваться Количество эндоскопических операций Улучшаться качество диагностики Чтобы увеличить количество Эндоскопических операций Нам нужно улучшить Качество скрининга Качество осмотра Есть эндоскопы Эндоскопы С функцией Построения трехмерных Изображений И есть данные Которые позволят При помощи создания 3D моделей После осмотра Более тщательно И точно выявлять поражение В 2015 году Был создан Всеяпонский Проект Который Называется Мечта Для того чтобы Лучше координировать Врачей и пациентов Они Целью этого проекта Систематизировать Данные По пациентам Которые Выполнялись В различных Городах На различной аппаратуре И хранились На своих Каких-то серверах В своих ячейках И создание Единой базы Которая позволила бы В любой момент Любому Луктору Обращаться К Результатам Эндоскопических Обследований Это было бы Гигантским прорывом В развитии Преемственности Лечения пациентов И начиная с нашей страны Мы планируем Поделиться Со всем миром Такой системой Для того чтобы Получить полную картину Заболеваемости По всему миру Посмотрите Прошло Всего 15 лет И от полипектомии Мы перешли К методике Эндоскопической Резекции Прошло еще 15 лет И возник Новый метод Лечения Эндоскопической Диссекции В последнем слое И сейчас После того как Профессор Иной Разработал Операцию Поем У нас возникла Новая Новая ветвь Это Подслизистая Хирургия И В течение Следующего Десятилетия Мы ожидаем Развития Роботизированных Технологий Которые будут Способны Выполнять Внутри Транслюминальную Хирургию У нас возникнет Возможность Использовать Все эти технологии В медицине И сейчас Планируется Осуществить Бесконтактное Управление Эндоскопом При помощи Активности Головного Мозга Как видите Эволюция Она Неизбежна И продолжается Постоянно И сейчас У нас Появляются Различные Роботы У которых Есть возможности Перспективы Которые Будут Эволюционировать Я думаю Что искусственный Интеллект Постепенно Будет Развиваться И будет Вставать На помощь Человеку В начале Своей презентации Я Показал Основные Тенденции Развития Эндоскопии В течение Вот этих Вот В течение Последующих 30 лет Я Прогнозирую Что будет Система Автоматической Диагностики С использованием Трехмерных 4К Систем С оптическим Молекулярным Анализом И роботизированными Устройствами Итак Прогресс Эндоскопии С появлением Увеличения И таких Дополнительных Методик Как НБИ Микроскопия При помощи Эндоскопии Позволили Нам Достичь Уровня Эндоскопической Гистопатологии Стандартизация Диагностики Позволяет Создать Систему Автоматической Диагностики В эндоскопии В обозримом Будущем И Кроме того Мы можем Придти от Анализа Структуры К Анализу Патофизиологических Изменений Таким образом Новые технологии Которые Появляются В нашем Мире Они дают нам Возможность Существенно Улучшить Диагностику Рабочие Пятиминутки На общенациональном Уровне Нам трудно Будет Достигнуть Тех Вершин Которые Уже На сегодняшний день Продемонстрировал Таджири Сенсей У нас Есть время Мы можем Задать вопрос Таджири Сенсей Если позволить Начнем С очень простого Вопроса Таджири Сенсей Так у нас Есть время Для того Чтобы задать Вопросы Мы обсуждали С коллегами И мы Хотели бы Его вам Задать Мы знаем Что В скрининговых Программах Которые Проводятся В Японии По прежнему Используется Крупнокадровая Флюорография Желудка Ну или Иными словами Рентгенологические Исследования Желудка С контрастным Веществом С двойным Контрастированием В будущем Вы планируете Продолжать Или Сразу Выполнять Эндоскопическое Исследование Maybe Maybe It's easy For me to Your question Is Screening For Cancer Still In Japan Очень интересный и важный вопрос. Скрининг раннего рака желудка у нас в основном осуществляется при помощи рентгена желудка. Однако эндоскопическая диагностика становится более и более востребованной и популярной. Однако не все пациенты успевают и имеют возможность пройти эндоскопическую диагностику. Например, в крупных населенных пунктах, таких как Токио, большинство пациентов, конечно, предпочитают эндоскопическую диагностику. В более отдаленных регионах все-таки еще превалирует рентген-диагностика. Перед эндоскопическим исследованием мы рекомендуем дыхательный тест на геликобактер и пепсиногеновый тест. Пепсиногеновый тест отражает риск развития рака желудка у пациента. Исследование геликобактер и пепсиногенового теста не всегда требует дыхательного урязного теста, определяются антитела в крови. Спасибо большое за вашу презентацию. Небольшое вступление. Два дня назад я задал вопрос Таджири Сенсей. Не боится ли он, что в результате технического прогресса эндоскописты потеряют свою специальность и работу? Он сказал, во-первых, вы ответ найдете в моей презентации, а вторая часть была ответа, что не боится, потому что еще нам предстоит много-много работать, особенно в манипуляционной части. То есть диагностика, возможно, будет компьютерная, автоматическая, вот то, что он сказал, искусственный интеллект, а, как они называют, терапевтическая эндоскопия, она останется, и нужны руки эндоскопистов. Поэтому спасибо большое, я успокоился, что мне еще хватит работы. Не потеряю работу. Но вопрос мой простой, элементарный. Скажите, пожалуйста, какой процент пациентов при эндоскопическом скрининге верхних отделов желудочно-кишечного тракта при гастроскопии в Японии проводится под седацией, а сколько без седации? Потому что меняется ли эта тенденция? Точных данных на текущий момент у меня нет. Но в большинстве случаев скрининговых исследований мы не используем седацию. У нас есть такая особенность. В ряде случаев мы выполняем, достаточно широко принимаем эндоскопию. И благодаря тому, что эта методика менее чувствительная для пациента, гораздо больше процентов на скрининге не нуждаются в седации. Технику эндоскопическую. Трудно представить, что когда-то можно от нее отказаться. Но все-таки сейчас активно обсуждается роль капсульной эндоскопии, так называемая концепция от ротовой полости до анального канала одной капсулой, как скрининговый метод и для пищевода, и для желудка, и для толстой кишки. Как вам видится? Имеет будущее эта концепция или нет? Капсула эндоскопия? Да, для тонкой кишки капсула это нормально. Для исследования поражения толстой кишки это не очень. Мы до сих пор проводим клинические испытания эффективности капсулы в толстой кишке, и у нас еще нет уверенности, что она там достаточно хорошо работает. То, что касается роботизированных капсул, то есть магнитно управляемые капсулы и различные наработки. Мы разрабатываем магнитную капсулу для желудка, но это еще на уровне проекта. Мы задаем их, потому что вы не встаете. Не стесняйтесь, подходите. Уникальная возможность задавать вопросы, что называется, первоисточником всего. Вы начали свое выступление с того, что показали абсолютно внушительные цифры числа членов вашего общества. Более чем 33 тысячи действительных членов японского общества гастроинтестинальной эндоскопии. Я помню, что вы нам рассказывали, что для того, чтобы стать членом общества или получить возможность практиковать, должно пройти, по-моему, несколько лет. И люди, которые в будущем планируют стать, скажем, заниматься эндоскопией, они вступают чуть ли не на старший курс конститута. Как организован процесс вступления в общество, если несколько фраз? Как это работает в праздничном практике. Я помню, что вы нам сказали, что если человек хочет быть гастроэнтерологом, или хочет выполнить эндоскопию, он должен быть сертифированным по-другому и по-другому сообществу. Это означает, что они должны предоставить к сообществу быть медицинским студентом. У нас есть установленная программа обучения, пошаговый тренинг, пошаговое становление специалиста. Еще будучи медицинским студентом, есть возможность выполнять определенные отработки навыков на симуляторах. Обучение по специальности эндоскопия проходит около пяти лет, и после этого проходит сертификационная оценка, и мы тогда выдаем человеку сертификат эндоскописта. Продолжение следует... Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.